Огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис и welcome на мой YouTube-канал! Представляю вашему вниманию мастер-класс по созданию игрушки с плюшки. Эта мышка-комфортер станет идеальным другом для вашего малыша с первых дней жизни. Прежде чем приступить к туториалу, проверьте! Если вы смотрите это видео без подписки, то обязательно подпишитесь на канал. И, конечно же, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписаться и выбирайте пункт «Включить все уведомления». Для создания нам потребуется цельнодеревянный крючок номер 4 из магазина «Кедр 39», маркеры, ножницы, игла, две бусинки диаметром 1 см, наполнитель, пряжа. Я использовала 250 метров на 100 грамм, светло-розового цвета и светло-серого цвета. Для бровей потребуется черная нить. Ссылочки на товары в описании под этим видео. Вяжем в кольцо омигруми 6 столбиков без накида. Первый. В это же кольцо еще 5 столбиков без накида. Второй. Третий. Четвертый. Должно получиться 5 косичек. Затягиваем вязание в кольцо. Вытягиваем петлю. Соединяем ряд. Вводим крючок под петлю начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем. И провязываем полустолбик. Второй ряд. Во втором ряду мы должны провязать 6 прибавок. К полустолбику добавляем столбик без накида. Под остальные 5 петель вяжем по 2 столбика без накида. То есть провязываем прибавку. Соединяем второй ряд. Провязываем полустолбик. Третий ряд. 1 столбик без накида. Прибавка. Под следующую петлю прибавка. Под следующую петлю столбик без накида. Прибавка. Продолжаем чередуя 1 столбик без накида прибавку. Соединяем ряд. Провязываем полустолбик. Четвертый ряд. Вяжем без прибавок. Всего должно получиться 18 столбиков без накида. Вместе с полустолбиком. 2 3 Соединяем ряд. Провязываем полустолбик. Пятый ряд. Чередуем 2 столбика без накида прибавку. Провязали полустолбик. Вяжем второй столбик без накида. Затем прибавка. Соединяем ряд. Провязываем полустолбик. Шестой ряд. Вяжем без прибавок. Всего должно получиться 24 столбика без накида. Вместе с полустолбиком. Соединяем ряд. Провязываем полустолбик. Седьмой ряд. Чередуем 3 столбика без накида. Прибавку. 2 3 Прибавка. Соединяем ряд. Провязываем полустолбик. Восьмой ряд. Вяжем без прибавок. Всего должно получиться 30 столбиков без накида. Соединяем ряд. Провязываем полустолбик. Девятый ряд. Чередуем 4 столбика без накида. Прибавка. Провязываем полустолбик. Десятый ряд. Чередуем 5 столбиков без накида. Прибавку. Соединяем ряд. Соединяем ряд. Провязываем полустолбик 11 ряд Чередуем 6 столбиков без накида Прибавку Соединяем ряд Провязываем полустолбик С 12 по 18 ряд Вяжем без прибавок В каждом ряду должно получиться По 48 столбиков без накида Вот что получается Соединяем ряд Провязываем полустолбик С 19 ряда вяжем с убавками 6 столбиков без накида Убавка 1 2 3 4 5 6 Убавка Под одну петлю Под вторую Через все петли на крючке Соединяем ряд Провязываем полустолбик 20 ряд Чередуем 5 столбиков без накида Убавку 1 2 3 4 5 Убавка Соединяем ряд Провязываем полустолбик 21 ряд Чередуем 4 столбика без накида Убавку 1 2 3 4 4 Убавка Соединяем ряд Провязываем полустолбик 22 ряд Чередуем 3 столбика без накида Убавка 1 2 3 Убавка 1 6 6 6 7 8 9 10 12 12 12 12 23 ряд Чередуем 2 столбика без накида Убавку 1 2 Убавка После 23 ряда наполняем голову наполнителем и завершаем ряд Соединяем ряд Соединяем ряд Провязываем полустолбик 24 ряд Чередуем 1 столбик без накида Убавку Соединяем ряд Вводим крючок под петлю начала ряда Захватываем петлю Вытягиваем ее 25 ряд Провязываем 6 убавок 1 петля на крючке Под следующую петлю Захватываем нить Вытягиваем И провязываем все петли на крючке Это первая убавка Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Обрезаем нить Вытягиваем петлю Вводим крючок под петлю начала ряда Захватываем нить Вытягиваем С изнаночной стороны раскалываем последнюю косичку Захватываем нить Вытягиваем Затем вводим крючок под петлю правее Захватываем нить Вытягиваем Подтягиваем нить Вот как выглядит завершение После того, как связали голову С помощью иглы вышиваем носик мышки розовой нитью Вводим иглу в середину кольца амигуруми И от него на расстоянии в 3 ряда Стежками вышиваем носик До того момента, когда вам понравится результат Вот что получилось у меня После этого делаем утяжку Для того, чтобы придать еще более красивую форму голове Выполнять будем с помощью иглы и нити светло-серого цвета Утяжку начинаем на 8 ряду от кольца амигуруми Сзади вводим иглу Раскалываем основу Раскалываем основу, выводя иглу над 8 рядом В этом месте будет располагаться левый глазик Оставляем нить Теперь вводим иглу на ряд ниже И выводим ее на этот же ряд Только в том месте, где будет располагаться правый глазик Вытягиваем нить Вновь на ряд выше Затем возвращаемся в то же место под 8 рядом Вытягиваем нить Вводим иглу через 1 столбик без накида правее И возвращаемся к правому глазику Через 1 петлю правее И на этом же ряду вводим иглу между правым и левым глазом Пропускаем 2 петли И вытягиваем нить назад Вытянули нить Теперь затягиваем стежки Данным способом мы задали форму носика После этого завязываем нить и прячем их внутрь Теперь пришиваем глазки бусинки И на расстоянии 3 рядов от них Вышиваем бровки мышки Нитью черного цвета Приступаем к вязанию ушек Для этого вяжем 2 детали розового и серого цвета Вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми Второй ряд 6 прибавок Третий ряд 1 столбик без накида прибавка Четвертый ряд 2 столбика без накида прибавка Пятый ряд 3 столбика без накида прибавка В пятом ряду должно получиться 30 столбиков без накида На розовые детали обрезаем нить Вытягиваем ее С изнаночной стороны вводим крючок под петлю Начало ряда Захватываем нить Вытягиваем ее С изнаночной стороны вводим крючок под петлю Захватываем нить Вытягиваем ее С изнаночной стороны прячем нити На серой детали вводим крючок под петлю начала ряда Захватываем петлю Вытягиваем И оставляем петлю С изнаночной стороны прячем нить Теперь соединяем две детали изнаночной стороной внутрь Таким образом, чтобы прибавки находились друг напротив друга Шестой ряд Вводим крючок под петлю перед прибавкой Захватываем петлю И провязываем полустолбик В шестом ряду чередуем 4 столбика без накида в прибавку Вяжем второй столбик без накида После прибавки всегда следует следующая прибавка Продолжаем чередуя 4 столбика без накида в прибавку Вот что у меня получилось Теперь задаем объем ушку Провязываем ряд соединительными столбиками Вводим крючок под петлю Захватываем нить Вытягиваем И провязываем соединительную петлю Пропускаем одну петлю Следующую вяжем соединительную петлю Пропускаем одну петлю Следующую соединительную петлю Продолжаем не провязывая последние 4 столбика без накида ряда. Оставили не провязанными 4 столбика без накида. В этом месте будет соединение ушка с головой мышки. Обрезаем нить, вытягиваем ее, задали объем и таким же образом вяжем второе ушко. Сшиваем ушки с головой на 16 и 17 ряду. Я уже пришила. После этого вяжем бантик. Набираем цепочку из 9 воздушных петель и провязываем поворотными рядами столбиками без накида 13 рядов. Посередине утягиваем полотно, тем самым формируя бантик. Пришиваем бантик на 15 ряду от кольца амигуруми. Приступаем к вязанию туловища. Вяжем 2 круга розового и серого цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Второй ряд 6 прибавок. Третий ряд 1 столбик без накида прибавка. Четвертый ряд 2 столбика без накида прибавка. Так мы провязываем 19 рядов. В 19 ряду должно получиться чередование 17 столбиков без накида и прибавки. Связали 2 круга. Далее вяжем лапки мышки. На детали отмечаем петли маркерами в таком порядке. Маркер 20 петель. Маркер 20 петель. Маркер 2 петли. Маркер 20 петель. Маркер 2 петли. Маркер 20 петель. Маркер 2 петли. Маркер 20 петель. Эта часть у нас будет соединяться с головой. Поворачиваем деталь влево и приступаем к вязанию первой лапки. Первый ряд. Вводим крючок под петлю после маркера. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем полустолбик. Вяжем еще 19 столбиков без накида, пряча нить. Второй ряд. Петли подъема. Поворачиваем деталь. Пропускаем одну петлю и вяжем 20 столбиков без накида. Первый. Продолжаем. двадцатый столбик без накида. Вяжем подушку. третий ряд. Петля подъема. Поворачиваем вязание. Пропускаем одну петлю и вяжем 21 столбик без накида. двадцатый столбик без накида. Вяжем подушку. четвертый ряд. Петля подъема. Начиная с четвертого ряда мы вяжем с убавками. Пропускаем две петли и вяжем 19 столбиков без накида. следователно. chasing Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Убавка под петлю и под дужку. Продолжение следует... Шестой ряд... Петля подъема... Самостоятельно провязываем с убавками шестой ряд и еще 14 рядов. Продолжение следует... Двадцатый ряд заканчивается тремя столбиками без накида, убавка. Петля подъема... Обрезаем нить... Вытягиваем... И затягиваем петлю. Связали первую лапку. Таким же способом вяжем оставшиеся три лапки. То же самое повторяем на серой детали. Затем соединяем две части туловища изнанкой внутрь. Начинаем сшивать детали туловища в этих промежутках. Продолжаем вязание с левой стороны. Вводим крючок под петли угла на одной и второй детали. Вводим крючок под петли угла на две части туловища. Соединяем хвостики. Захватываем нить. Вытягиваем. И провязываем полустолбик. Вводим крючок в последующие петли. На одной и второй стороне. Хвостики прячем внутрь. И провязываем столбик без накида. Под следующие петли столбик без накида. Под следующие. Столбик без накида. Провязываем еще 14 столбиков без накида. Следите за тем, чтобы петли на двух деталях совпадали. Провязали 19 столбиков без накида вместе с полустолбиком. Далее следует убавка. Вытягиваем 3 петли. И провязываем все 4 петли на крючке. Теперь 2 столбика без накида. 1 2 2 Вторая убавка. Провязываем все петли на крючке. Завершаем все единения 19 столбиками без накида. Обрезаем нить. Вытягиваем ее. И завязываем нить розового и серого цвета. Прячем хвостики внутрь. Должен получиться аккуратный край. Таким же способом самостоятельно соединяем еще 2 промежутка. После приступаем соединять верхнюю часть туловища. Начиная с правой стороны вяжем 19 столбиков без накида. Затем убавка. И 6 столбиков без накида до отверстия для пришивания головы. 1 2 3 4 5 6 Обрезаем нить длиной 50 см. Вытягиваем нить. С ее помощью будет сшиваться голова с туловищем. Пропускаем 8 петель. Вводим крючок под девятую и провязываем полустолбик. Прячем нить внутрь. Вяжем еще 5 столбиков без накида. Затем убавка. И завершаем 19 столбиками без накида. Обрезаем нить. Вытягиваем ее. И завязываем нить розового и серого цвета. Прячем хвостики внутрь. Завершаем вязание лапок. Вводим крючок под петлю. Захватываем нить. Вытягиваем. И провязываем полустолбик. Прячем вначале нити. Второй столбик без накида. Третий. Четвертый. Пятый столбик без накида в серую косичку. Шестой столбик без накида сразу после косички. Седьмой. Восьмой. Девятый. Девятый. Десятый. Одиннадцатый столбик без накида в косичку. Двенадцатый столбик без накида. Сразу после косички. Соединяем первый ряд. Провязываем полустолбик. Второй ряд. Чередуем один столбик без накида прибавку. Третий ряд. Два столбика без накида прибавка. Четвертый ряд. Три столбика без накида прибавка. Пятый ряд. Без прибавок. Должно получиться тридцать столбиков без накида. Шестой ряд. Три столбика без накида убавка. Седьмой ряд. Два столбика без накида убавка. 8 ряд, 1 столбик без накида убавка, 9 ряд, 6 убавок. Обрезаем нить и прячем внутрь. Вот что получилось. Теперь заполняем лапку. Через отверстие для пришивания головы вставляем наполнитель. Чтобы наполнитель не вылезал, стежками прошиваем лапку в этой части. Следующим вяжем хвостик. Для этого в кольцо амигуруми провязываем 8 столбиков без накида. Без прибавок провязываем 33 ряда. В каждом ряду должно получиться по 8 столбиков без накида. В конце обрезаем нить для пришивания. По желанию вы можете заполнить хвостик наполнителем и после этого пришить к туловищу. Осталось пришить голову к отверстию. Я буду пришивать на 14 и 15 ряду от кольца амигуруми. И вуаля! Мышка готова! Обязательно проверьте свою кнопку подписаться. Она у вас должна светиться серым цветом. А также нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться и выберите включить все уведомления. Посылаю всем лучики добра, хорошего вам настроения и увидимся в следующих видео!